Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «Правительственная связь». Сегодня у нас в студии министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин. Добрый вечер, Владимир Александрович. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Владимир Александрович, сейчас во всех районах республики практически уже завершилось подведение итогов социально-экономического развития. Если не принимать во внимание какие-то специфические особенности каждого региона, каждого района, который у них есть, у кого-то более сельскохозяйственная направленность, у кого-то что-то вот еще. В общем и целом, кто был флагманом нашей экономики, а кому придется подтянуться, как говорили раньше в школе? Ну, в целом, наверное, не раз уже озвучились у нас и на планерке у главы, и у кабинета, и на кабинет министра. Мы подводили итоги по республике 2013 года, и вот они совместно с главой, председателем правительства, председателем госсовета, были совершены выезды в районы республики, где подводились итоги. От себя я в целом могу характеризовать, что мы достаточно стабильно развивались, вне зависимости от того, что немного ниже сработали по промышленному производству, по всей республике, по сельскому хозяйству. В строительстве мы выше уровня, чем прошлый год, значительно, по другим видам. Инвестиционная активность у нас снизилась, но это, опять же, на фоне всеобщего инвестиционного спада и в целом по России. Если говорить по районам, то, еще раз, они примерно одинаково развиваются все, примерно одинаково развиваются сельского хозяйства. Ну, я не беру отдельные районы, где, ну, скажем, Аллатрский район немножко выпал из общей массы, Марпасадский район, а так, в целом, и сельское хозяйство в районах, ну, примерно одинаковое. Ну, есть лидеры, есть, а вот, содержание в промышленной сфере тоже. В основном у нас промышленность расположена сегодня в крупных городах, это вот Чебоксарах, Ну, Чебоксарск, Аллатрик, Канаш, Шумерли. И Чебоксарский район. Чебоксарский район, ну, да, в некоторой степени. А что касается районов, то там больше связано это с сельским хозяйством, это с малым бизнесом. Ну, малый бизнес у нас, он также, говорит, мне приятно было отметить, что во всех районах сегодня малый бизнес, он развивается. То есть, еще раз, независимо от общего спада, казалось бы, да, там и в республике, и в России, цену, то малый бизнес, он растет. Ну, вот условия для развития малого бизнеса примерно одинаковые, я полагаю, во всех районах Чувашия. Ну, где-то он более активен, где-то он, ну, скажем так, пока еще приглядываются бизнесмены, стоят, не стоят, взвешивают, считают. От чего это зависит? Это от желания властей пойти навстречу, от создания каких-то, вот, может быть, условий наибольшего благоприятствия или каких-то вообще особых условий? Да нет, на самом деле все находятся в одинаковых условиях. Ну, например, даже, что мы делаем? Во всех районах доведена форма господдержки. То есть, у нас существует комиссия, которая выезжает, рассказывает, в каждом районе ежегодно выезжает, каждый месяц мы в одном из районов обязательно присутствуем по несколько раз. Выезжаем, рассказываем, что у нас сегодня, какие тренды, что мы поддерживаем, что нам интересно. Поэтому находятся все в одинаковых условиях. То есть, осведомленность у каждого района одинаковый пример. Здесь единственное, активность самих бизнесменов, активность самого малого бизнеса, от желания руководителя района поддержать его и подтолкнуть немножко, заверить, что у него здесь будет все благоприятно и стабильно. Поэтому все находятся одинаковые. Единственное, если в Канадском районе, например, больше развитого промпроизводства, то, например, в том же Амарпасадском больше торговли, например. Но, опять же, это от специфики места расположения самого района, от того, какие там субъекты предпринимать ранее были сложены. Ну, и там наличие крупного бизнеса. Потому что, как правило, промышленные, вот в сфере промышленности малый бизнес развивается в кооперации с крупным бизнесом. Ну, например, в Шумерлинском районе там больше промышленности дается. В Шумерли тоже мало средний бизнес, больше промышленности. Потому что там крупные предприятия есть, они в кооперации не работают. То же самое по Канашу, по Алатарию. В остальных это больше торговли, сельское хозяйство, строительство. Владимир Александрович, ну, все-таки основная часть промышленности, как Вы совершенно верно заметили, сосредоточена в городах и в основном в столице Чувашии. Вот что происходило, как пережил этот год наш производственный сектор? Ну, мы делим промышленное производство на ряд видов деятельности. Это машиностроение, в том числе там, где находится транспортное машиностроение, в которое уходит, это трактора наши, ну, тракторные заводы. Это электротехника, химическое производство, это перерабатывающая промышленность. По всем вот этим видам деятельностей, кроме транспортного машиностроения, мы, в принципе, сработали положительно. Вот у нас на территории города находятся три предприятия, это вот промышленность, агрегатный и тракторный заводы. Сегодня, к сожалению, конъюнктура у них не совсем такая благоприятная, поэтому данная отрасль, она немножко тянет вниз. Что касается альтеротехники, ну, все знают, что мы достаточно успешны здесь, и вне зависимости от сокращения инвестиционных программ, мы в целом сработали положительно. Первый месяц также показал, что мы положительно идем, хотя, еще раз говорю, что многие монополисты сегодня сократили инвестиционные программы. Мы чувствуем это на себе, но в целом сегодня, благодаря ранее проведенным научным исследованиям, разработкам полученным, мы в тренде их развития, их требований. Поэтому я полагаю, что и год в целом по данной отрасли он закончится достаточно положительно. Что касается тяжелого машиностроения вот этих предприятий, которые я обозначил, что сегодня, в связи с теми явлений, которые приходят на валютном рынке, для нас это положительно. Потому что в основном заводится все, наши конкуренты это из-за рубежа, у нас в России конкурентов практически нет. Производители Челябинска, он тоже находится не в совсем хорошем состоянии, поэтому вот это увеличение стоимости доллара, евро, оно благоприятно на нас сказывается. Сказывается в плане, ну, опять же, здесь надо делить, поскольку мы в том числе и собираем те же самые тратара, есть изделия, которые закупаем за рубежом. Но в целом сегодня Камац, Катерпиллер, которые являются основными нашими конкурентами, они вот уже себя не очень комфортно чувствуют. Поэтому я надеюсь, что вот эта вот ситуация, она скажется положительно для нас. Ну, вот такое большое событие недавно отметили. В Чебоксарах комбайновые новоселья. Промтрактор перевел производство комбайнов, сборку комбайнов из Красноярска, аж из Красноярска в Чебоксары. Вот это каким-то образом должно положительно повлиять? И как скоро можно, точнее говоря, я не сомневаюсь, что это сделано именно с этой целью, но как скоро можно ожидать эффекта? Ну, это сделано с целью приблизить все-таки, во-первых, у нас тракторный наш завод, он один из самых молодых из всей линейки концерна. И он более мобильный в плане подготовки к новому производству. Это одна из причин. Вторая причина – это приближение все-таки данной линейки ближе к Южному федеральному округу, там, где происходит большие потребности в этой технике. А как скажешь на нас, покажет на самом деле время. Почему? Потому что сегодня, опять же, вне зависимости от конкурентных, от вот тех скачков, которые происходят с доллара и евро, мы ощущаем, что глаз, Джон Диер, они серьезно наступают на нас и оказывают серьезную конкуренцию нашим комбайновам, Россельмашу. Поэтому здесь дело маркетинга, и для нас главное – это новые рабочие места, это новые налоги, решение каких-то социальных проблем. Эффект мы, я думаю, что увидим уже через год. И можем сказать, положительно это сработано у нас или отрицательно. Вот в начале прошлого года был момент, когда вдруг неожиданно для всех электротехническая отрасль как-то вот снизила свои объемы, снизила свои показатели. К концу года, к счастью, удалось преодолеть эту тенденцию. Вот сейчас по итогам двух месяцев работы, какой у них, скажем так, настрой на этот год? Благодаря «Южному потоку» сегодня открываются новые рынки с бета-продукцией своей. Мы планируем в конце апреля месяца провести конференцию для нефтяников именно. Вы знаете, что мы раз в год, раз в два года начали проводить конференции по релейной защите автоматики. Да, сейчас мы решили провести для нефтяников специализированную конференцию. Значит, у нас есть соглашение с ними, и в рамках данного соглашения хотели бы провести. Приедет сюда ассоциация нефтяников, и мы будем демонстрировать опять же свои новые разработки. К чему я говорю, что за месяц, я пока не могу сказать вам за февраль, мы подводим итоги еще, за первый месяц, он достаточно тяжелый был, еще раз на фоне всех этих кризисных явлений, но мы сработали в плюсе, вот даже 2013 года, хотя 2013, вот начало такое было достаточно нормальное, положительное. Поэтому те предпосылки, которые сегодня были, ну или создают внешнюю экономическую ситуацию, она, я надеюсь, что не повлияет в целом на нашу отрасль. Электротехника, она сработает положительно. Вот по итогам тоже прошлого года, когда подводили, вернее, обсуждали показатели, неожиданным образом тоже говорили о том, что у перерабатывающих производств оказалось, ну, скажем, они продемонстрировали динамику ниже той, которую могли бы. Что случилось? Почему это-то с чем связано? То есть вроде бы с переработкой у нас особых проблем никогда не было. Ну, вы знаете, что у нас в структуре перерабатывающей промышленности работал сам БЕФ, который в середине года ушел, то есть это основной тоже в том числе и повлиял. Потом у нас Росперпром первый месяц, 2013 года стоял, сейчас вот он работает. Поэтому ЧГС, Криквироводочный завод, вот эти все явления, они сказались. АКОНТ немножко снизил свои позиции, немного. Букет Чуваши превысил показатели благодаря неалкогольной продукции. В целом отрасль работал примерно на 98%. Я полагаю, что вот эти явления, они сейчас завершились. И говорю еще раз, ЧГС, Криквироводочный завод у нас работает, и предприятия, и АКОНТ новой линии ввел, новую продукцию. Букет Чуваши расширяет свои поставки. Кроме того, сегодня вы, наверное, слышите о том, что наше министерство проводит регулярные встречи с сетевыми компаниями, с местными сетевыми компаниями, с федеральными сетевыми компаниями. Буквально вчера у нас завершилась встреча с X5 Retail Group, приезжала достаточно представительная делегация с Волговятского подразделения, которое отвечает за реализацию у нас здесь во всех магазинах, у нас порядка 50 магазинов по республике. И это наш сбыт. Поэтому основная задача, которая стояла, это увеличение доли присутствия. Я почему говорю, что мы сейчас должны внутри себя рынок обеспечить, потребление это, и за счет этого стимулировать развитие наших предприятий перерабатывающих. Мы это сейчас делаем. Ну, кстати, как вот настроены в этом году сетевики. В принципе, они всегда говорят одно и то же на подобных встречах, что да, они готовы сотрудничать с местными товаропроизводителями, да, они заинтересованы в этом сотрудничестве, говорят даже о том, что им это выгодно. Тем не менее, результаты от этого, ну, практически никак не меняются. Может быть, на какое-то время появляются. Со своей стороны наши товаропроизводители пеняют им на то, что они ставят, выдвигают какие-то вот не очень комфортные, не очень привлекательные условия сотрудничества. Ну, я, наверное, не соглашусь здесь. Почему? Потому что вот с декабря месяца мы вступили в активную фазу переговоров с сетевой компанией, потому что понимаем, что сегодня существенная доля присутствия их здесь, на нашем рынке. Поэтому и серьезный рынок сбыта соответственно продутся. Мы максимально должны создать условия для того, чтобы перерабатывающая промышленность имела место на рынках, на их полках. Поэтому вот благодаря проведенным переговорам, встречам с, в том числе у нас самая большая сеть сегодня, Магнит, благодаря проведенным встречам удалось расширить рынки сбыта. И присутствие, наше присутствие, буквально за месяц поступила вот наш переработчиков 41 заявка, из них половина принята на полке. Ну, то есть я имею в виду, что тем присущим, которые раньше были, еще 41 заявка поступило, и 20 из них в ближайшее время вводятся на полку. Вчера X5 Retailer, опять я возвращаюсь к этой встрече, то же самое. Они с основной философией сюда приехали, это максимальное присутствие фреша на прилавках магазинов. Ну, что это такое? Это значит, то есть вчера вы картошку выкупили, а вчера же она должна у нас присутствовать. Сегодня съели. Да, да, абсолютно верно. А это возможно обеспечить только наличием местных товаропроизводителей здесь, в республике. Поэтому мы надеемся, что их философия окажет в том числе и стимулирующую роль в части развития нашего рынка, перерабатывающей промышленности. Владимир Александрович, давайте все-таки вернемся к малому бизнесу, к малому и среднему бизнесу, как он себя чувствует. Статистика, она вещь упрямая. Если говорить о цифрах, то мы за 2013 год, у нас оборот увеличился в субъектах малого бизнеса на 13%, налоговые поступления увеличились на 18%, зарплаты там тоже порядка на 15% увеличились. То есть, эта цифра говорит, что бизнес развивается. При всех инфляционных процессах нам порядка 6%. То есть, они в сети положительные показатели превалируют. То есть, нельзя сказать, что оборот увеличился за счет инфляции. Соответственно, сегодня нами, это уже принято, за три года мы направили поддержку, финанс, только финансовую поддержку оказали на миллиард сто миллионов. В этом году тоже планируется примерно порядка 400-400 миллионов направить также на поддержку малого бизнеса. Я говорю таки вот, этот разбег, потому что сейчас определяется тоже в связи с 5, я понимаю, что с явлениями с Украиной и в общем общее падение, поэтому разбег, более точная цифра разбега определится буквально до конца марта месяца. Но существенная цифра, опять же говорю, направится на поддержку бизнеса. У нас в структуре малого и среднего бизнеса, к моему сожалению, сегодня преобладает эта сфера торговли. В связи с этим было принято решение, и озвучено на кабинете министров, решение о том, что немножко смена вектора и поддержки больше всего производителей. То есть, мы будем стараться поддерживать не торговлю, даже может и не строительство материалов, потому что сегодня рынок достаточно присутствует здесь у нас. А больше всего это предприятие, которое выпускает наукоемку, высокотехнологичную продукцию, или субъекты малосреднего бизнеса, которые хотят ее производить. На самом деле, имеются сегодня такие беспрецедентные меры поддержки, когда организации за выпуск новой продукции, которой нет сегодня на рынке у нас в Республике, и Россию получают там не миллион, не два миллиона, до десяти миллионов рублей. Они могут получить на софинансирование всех расходов понесенных. Сегодня новую форму поддержки мы открываем. Это когда понимаем, что предприятие не в силах малым бизнесом, не в силах модернизировать себя. Особенно теперь вот с этими всеми валютными колебаниями, когда стоимость импортного оборудования значительно возросла. К сожалению, мы в России эту тему потеряли, станкостроение имею в виду. Поэтому нами принято решение о субсидировании половины затрат понесенных субъектов малосреднего бизнеса на обновление производства. То есть мы закупили на 10 миллионов оборудований, мы опять вам вернем обратно. Поэтому я считаю, что сегодня созданы достаточно эффективные меры поддержки для тех предприятий, которые создают продукты. И мы их будем больше всего поддерживать. И те предприятия, которые экспортируют свой продукт. Владимир Александрович, Вы упомянули о событиях на Украине и о том, что мы в Чувашии тоже можем почувствовать некоторые негативные явления в нашей экономике. С чем это связано и насколько тесны у нас контакты? У нас сегодня предприятия электротехнической отрасли, перерабатывающей промышленности, они являются экспортерами в это государство. Поэтому те кризисные явления, не кризисные, а военные явления, которые сегодня там происходят, они, соответственно, сократят наши объемы экспорта в это государство. Но еще раз, мы должны будем скорректировать свои деятельности, предприятия должны будут скорректировать и переориентироваться на иные рынки. В основном сегодня Чувашии экспортируют в страны СНГ. И нам тяжело выбиться в Европу, потому что там серьезные конкуренты. В отношении СНГ это шикарный рынок для нас, мы видим его. Сегодня, когда был Советский Союз, многие системы защиты, в том числе и политротехники, стояли нашего производства. Сегодня они подлежат замене. Вот здесь мы видим себя. То есть мы просто вернемся в те же самые регионы, где были прежде, только уже в другом качестве. Владимир Александрович, каковы ваши прогнозы на 2014 год? Прорвемся. Говорю, что в цену. Мы прогнозируем и рост ВРП, тем не менее, порядка 2%. Мы прогнозируем рост промышленного производства на 5%. Сельского хозяйства, строительного комплекса. Это основные фундаментальные отрасли, которые будут развиваться и поддерживать экономику и социальные задачи, которые перед нами стоят. И в завершение такой, если позволите, личный вопрос. У вас есть ученая степень в технических науках. Сейчас вы заняты преимущественно экономическим развитием, экономикой, планированием, разработкой стратегии. По техническому творчеству вы не скучаете? Иногда скучаю. Ну, я еще преподаю в университете, тоже технические дисциплины, и мне вот это помогает. Кроме того, я вот не жалею, что получил, и в свое время много сил отдал этому. Потому что у меня сегодня есть понимание, чем живут промышленные предприятия. Они все-таки являются фундаментом экономики республики. И когда со мной разговаривают технари, я понимаю их. Когда со мной разговаривают директора заводов, я их тоже понимаю. Поэтому, ну, а по разработкам, которые раньше проводились, да, действительно, это было красивое и хорошее время, это было сложное время. Всему свое время. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Владимир Александрович Аврельки. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова